Салют пипл, с вами Хьюман и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что друзья, сегодня я вам предлагаю узнать почему Nvidia так хороша в своем софте и драйверах. А также предлагаю посмотреть почему следующая линейка видеокарточек от AMD могут в легкую обскакать грядущую RTX 40 серии Ада Лавлейс. Го смотреть я создал. Очень уж интересно, вышел материал у Nvidia. Я думаю друзья, ни для кого не секрет, если даже вы купите RTX 100500 Ti и захотите играть в Cyberpunk 4K на ультра настройках с трассировкой лучей без DLSS с монитором на 840 тысяч герц, еще параллельно стримить и смотреть порнушку, то может не получиться. Что? Ну потому что кусок железа без драйверов это кусок железа. И именно по данной причине, одна из, Nvidia выпустила свой крутой информационный ролик, где и рассказано, как они тестируют драйвера, как часто и сколько на это тратится времени. Причем что интересно, видосик этот вышел как раз таки в такую знаменательную дату, когда прошло уже 7 лет, скажем так, годовщина от создания Game Ready Driver. Ну так вот, само видео повествует о том, сколько реально времени затрачивается на тестирование драйверов для видеокарт. И в итоге получается, что за весь 2021 год Nvidia потратила 1,8 миллионов часов. А в день они проводят до тысячи тестов на самых разных аппаратных конфигурациях. И кстати, ныне Nvidia вообще не выпускает уже никакие бета драйверы. И если что, это как бы такой легенький укольчик в сторону AMD. И я молчу уже за Intel. А далее любопытная цитата по всему этому блоку информационному. Поскольку программа Game Ready Driver Program и наше обещание качества зависят от всей этой работы, то мы не выпускаем бета драйверы, особенно ниже номинала с минимальным тестированием. Не говоря уже о нескольких конфликтующих бета драйверах, которые развретлены из разных отраслей разработки и которые поддерживают разные игры и продукты. И дабы вы понимали, что все это может сбивать с толку клиента. Вообще драйвера в ПК и в частности драйверы графических карт представляют собой удивительные продвинутые программы. Потому что в отличие от той же консоли, которая представляет собой закрытую систему, вот графические карты для ПК должны работать на бесчисленных комбинациях оборудования с теми же различными операционными системами и с установленным программным обеспечением. И вдобавок ко всему, каждая игра требует своей оптимизации. Кстати, зеленые указали очень любопытный факт. У них в последних драйверах находится примерно 25 миллионов строк кода. А это, между прочим, примерное количество как в системах управления полетом современного истребителя. Кстати, в целом, в видео у NVIDIA, как бы это ни звучало, там есть еще что посмотреть, так что в крайнем случае чего, оставляем вам активную ссылочку в описании к видосу. Ну что, информационная свежательна о грядущих видеокарточках AMD 70 серии. Для начала напомню, что топовый графический процессор Navia 31 будет использовать дизайн с чиплетами, которые включают 5-нанометровые графические чипы, они же GDC, и 6-нанометровые чипы памяти, они же MCD. И компоновка которых будет напоминать, как у процессора AMD Ryzen 7 5800X 3D. Да, тот самый со здоровенным кэшем, на котором мы уже делали несколько сюжетов. И если вы пропустили, посмотрите, не пожалеете. Ну что, друзья, получается, что флагман RX 7900XT у нас на борту будет иметь 512 мегабайт кэша, до 32 гигабайт видеопамяти и шина в 256 бит. Ой, чё, и кто-то скажет, что это мало. И что касается самой производительности, у грядущего флагмана 7900XT, нам вангуют в два раза больше профита, сравнивая с 6900XT. Ну и кто вдруг не в курсе, на сегодняшний момент 6900XT это флагманы в линейке. Более того, что очень-очень важно, новинка грядущая 7900XT не перешагнет за 450 ватт потребления энергии. А это, на секундочку, в два раза практически меньше, чем у RTX 3090 или 3090 Ti, который мы, кстати, вчера с вами просматривали. Ну это просто доменная печь для вашей квартиры. Это что говоря за флагманы, а если мы спустимся немножко пониже, ну не к среднему уровню, но такому, продвинутому. Флагман у нас использует графический процессор Navi 31, дальше у нас идет, ну допустим, там RX 6800, это у нас будет Navi 32. И, кстати, там такой же принцип построения, MCM. Но здесь планируется уже меньше видеопамяти, объем видеопамяти до 16 гигабайт, шина в 192 бита и количество ядер примерно в 10 тысяч. И, кстати, что очень интересно, если вы смотрели предыдущий ролик, я вам говорил, что 3070, 4070 грядущие, ну маловато, гигабайт там нам дают, типа 12 только, я бы давал уже больше. Я аргументировал, там кто-то согласился, кто-то нет, но не суть. Здесь мы сразу с вами уже видим, что тут как бы уже 16 фигурирует. А, наверное, AMD смотрит мои ролики. А еще бы нам хорошие трассировочки, лучшие для красных, и было бы замечательно. И как следствие, именно этот графический процессор, получается на Navi 32, он будет мощнее от флагмана, на предыдущей линейке, на 50%. Ну и энергопотребление поменьше, 300 ватт. Ну а вот стартовые линейки видеокарточек на Navi 33, я их бюджетными не назову, непонятно, сколько они будут стоить, ну, окей, стартовые, бюджетные, как вам удобнее. Они уже выйдут позже, аж под начало 2023 года. То есть мы должны понимать, что бюджетный или стартовый вариант видеокарточек будет в самом-самом конце. Но вы не удивляйтесь, у Nvidia такая же ситуация, насколько я помню, что после анонса и старта продаж в сентябре-октябре RTX 4090 или 4080, допустим, или 4070, 4060 не стоит ждать раньше, чем декабрь, а возможно, даже и январь. Поэтому, друзья, ну если вы ждете бюджетку от синих, от зеленых или от красных, собственно, от синих, может быть, тоже, то время покажет. Пока еще рано. И, кстати, чтобы закончить на еще любопытной такой информацией, это касается тоже AMD-шных видеокарточек, наш любопытный человечек, который ведет тоже IT-блог, но в Штатах, у него канал называется «Закон Мура Мертв», так он сказал, что грядет RDNA 4, не RDNA 3, которые будут в этих видеокарточках, да, которые уже будут использовать видеопамять GDDR7. Здесь, конечно, любопытный будет момент, не облажаются ли так, как это было у Nvidia, ну, гиперболизируют, но я думаю, вы понимаете, о чем я, когда она сильно грелась, когда текли термопрокладки и, ну, немало примеров, когда нужно было чинить видеокарточки или хотя бы просто делать какую-то замену, даже по гарантии, но тем не менее. Поэтому, кстати, AMD-шки оставались на GDDR6, скорее всего, с этим было меньше проблем, но у них был слой гейморой. Короче, вот такой вот у меня вопрос был бы к GDDR7, помимо производительности, потому что мы видим, что технологии нынче развиваются очень странно, тупиковым развитием, то есть чем больше потребляют, тем, соответственно, лучше производительность. Ну, мне кажется, что до поры до времени этот момент он уже приходит к какой-то патовой ситуации. Ну, а может ошибаюсь, напишите в комментариях, как думаете именно вы. Ну, а на сегодня, ребятки, у меня для вас все. С вами как всегда был Хьюман, как всегда жду на втором своем канале игровом и как всегда кайфовой вам игры. И, кстати, если вы видос смотрите в день, когда он публикуется, то на днях выйдет очень любопытный такой уже почти мини-фильм, я его сделал о блогерстве, о людях из Ютуба, которые ведут свои каналы. Как оно есть на самом деле, что оно там за шиворотом всего этого происходящего. Будет интересно, сделаю примеру, приходите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok